Всем привет! В эфире «Выход в свет» и Максим Шумбутов. Хотели настоящей русской зимы? Пожалуйста! Хороший устойчивый минус, мороз и солнце. Ну, классика жанра. Мероприятия, запланированные на улице, переносятся или отменяются. Есть изменения в режиме работы рождественской ярмарки от жилого комплекса Европа. Поэтому расскажу о культурных событиях, которые пройдут в тепле. В выставочных залах культурного центра «Диалог» работают выставки «Новой волны», фестиваль фотографии «Акаем», выставки «Шедевры Гюстава Доре» и отражение работы фотографа Бориса Датсковского. 8 января в 17 часов в «Диалоге» состоится рождественский театрализованный бал с соблюдением исторических традиций. В программе два торжественных и два развлекательных отделения с играми и забавами в лучших традициях 19 века, а также фуршет шампанским, благотворительный аукцион, призы. «Гармонисты бывают разные, кто-то лирик, а кто-то шут, работяги и люди праздные, не судите нас, я прошу». А это уже традиция, господа. В который раз после Нового года к нам едет известный гармонист Александр Ганичев и приглашает на концерт Московского центра «Русская гармонь» 28 января. В нем примут участие Алексей Мазуров, Тверь, Сергей Борискин, Московская область, новгородские гармонисты и солистка центра Светлана Калачева. В программе народные и авторские песни «Частушки на игрыше». Немного перспективы. 20 февраля «Диалог» приглашает на джаз-концерт Билл Сакстон и трио Алексея Черемизова. Легендарный музыкант Билл Сакстон – это сочетание фантастического ритма, безудержной экспрессии и очень узнаваемого звука. Его саксофон умеет разговаривать, причем на всех языках. Это история музыки Гарлема, района Нью-Йорка, известного своей специфической культурой, прежде всего джазом. Здесь во времена Сухого Закона выступал Дюк Эллингтон со своим оркестром. Здесь в 40-е годы воплощал свои гениальные идеи Телониус Монг. И здесь же в настоящее время на 133-й улице в маленьком клубе «Биллс Плейс» по пятницам играет Билл Сакстон – живая легенда американского джаза. В праздничной программе музея-заповедника могут быть легкие изменения в зависимости от погоды. Но пока нам предлагают следующие мероприятия. До 8 января в Никольском соборе поет ансамбль «Лодья». Вы познакомитесь со старинной духовной музыкой, ранним русским многоголосием, духовными стихами. В дни зимних школьных каникул до 8 января Новгородский музей-заповедник предлагает специальную программу для школьников «Анфимкина новогодия», которая будет проходить в детском музейном центре в главном здании музея в Кремле. На мастер-классах ребятам предложат изготовить рождественские сувениры и петушка из глины, узнать о традициях празднования Нового года и Рождества на выставке в Снежном царстве в новогоднем государстве. Спеть калятки вместе с фольклорным коллективом «Оберег», услышать новгородские сказы от Услады Васильевны и потешного гусельника Антония. О интересующихся истории смогут представить себя участникам военного сражения на интерактивном занятии с игрой на макете. В главном здании музея в исторической экспозиции «Новгородские школьники» побывают на интерактивной экскурсии «Как купец Готлаб на торг новгородский ходил», где познакомятся с купеческой жизнью крупного средневекового города, купеческими хитростями и байками, товарами разными и мерилыми торговыми. Музей народного деревянного зодчества «Витославлицы» приглашает 8 января в час дня на традиционный зимний праздник святки. В программе «Гуляние на деревенской улице» с участием фольклорных коллективов Новгородской области и Великого Новгорода, святочные обряды, христославления, ряжение дударя, холедование, гадания, представления и игры ряженых, медвежья потеха, народные игры и молодецкие забавы, катание на лошадях, работают интерактивные лавки, кукольная, жемчужная, ткацкая и ремесленные ряды. И в этот же день, 8 января, в 15 часов в Знаменском соборе состоится концерт Академического женского хора Дома культуры имени Васильева. Художественный руководитель Марина Попова. А теперь о мероприятиях областной филармонии. 8 января здесь выступит московский баритон Владислав Косарев, 25 ансамбль народной песни «Сорока», а 28 января душевную встречу готовит проект «Бардвагон». В концерте прозвучит около 30 песен бардов, а также отдельные песни на стихи и музыку советских поэтов и композиторов, сочиненных в разное время для отечественных фильмов. Джуравль пони булетит и ходят пони, Ваше благородие, Александра из фильма «Москва слезам не верит», Лодочка, «Ты у меня одна» и Серега Санин, «Песня о друге», «Белеет мой парус», «Я в весеннем лесу» и многие другие. У зрителей, пришедших на концерт, будет уникальная возможность спеть некоторые песни из кинофильмов вместе с музыкантами. Для этого в программе используется видеопроектор, позволяющий проецировать фотографии и тексты на экране. 4 февраля на сцену филармонии выйдут артисты Театра Больших Кукол из Вологды. Дети увидят на сцене своих любимых телевизионных героев. За годы своего существования театр дал свыше 8 тысяч концертов, как в России, так и за рубежом. Артисты отмечают, что все их спектакли очень шумные. Мы получаем огромный кайф, если зритель волнуется, кричит, топает ногами. Тем более, что этот спектакль – игра. А называется он «Ребята, давайте жить дружно». 15 февраля в Великий Новгород прибудут театральные звезды первой величины Татьяна Васильева и Станислав Садальский. В областной филармонии они покажут комедию «В джазе только женщины». Спектакль переносит всех зрителей в небольшое офисное помещение, где компания мужчин старается подготовить праздник для своих женщин. В процессе подготовки мужчины репетируют танцевальные номера и песни для своего женского коллектива. Помогает им уборщица офиса. Это музыкальная комедия с множеством танцевальных номеров, песен и карнавальных переодеваний. Российско-американский джазовый проект «Джон Дэвис Трио» выступит в филармонии 16 февраля. В составе трио. Джон Дэвис – фортепиано США. Григорий Зайцев – контрабас. Игорь Игнатов – барабаны. Специальный гость программы – Кристина Ковалева, вокал «Санкт-Петербург». Программа «Джаз объединяет континенты» состоит из авторских пьес Джона Дэвиса и известных джазовых мелодий. В историю джаза он вошел прежде всего как участник единственного фортепианного трио, в котором играл великий бас-гитарист Джако Пасториус. Однако еще до этого пианист играл в квартете саксофониста Джона Хэнди и ансамблях других джазовых звезд в Сан-Франциско. Григорий Зайцев – джазовый контрабасист, бас-гитарист, трубач-аранжировщик и бэнд-лидер. На московской сцене уже два десятилетия. Участник ансамблей Анатолия Кролла, Якова Охуня, Олега Бутмана, Сергея Чернышева. Игорь Игнатов дебютировал как джазовый барабанщик в родном Иркутске на московской сцене с конца 90-х. Играл в ансамблях гитариста Алексея Кузнецова, саксофониста Олега Киреева, пианистов Льва Кушнира и Евгения Горечищева. Записал с прославленным джазовым аккордеонистом Владимиром Данилиным альбом «Get Happy». На этом все. Заходите в нашу группу ВКонтакте, чтобы узнать, какой приз мы разыграем на этот раз. Всем удачи и до встречи! Субтитры подогнал «Симон»!